Как мы все прекрасно помним, обладательница четырех турниров большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака снялась с Ролангарос, а потом и с Уимблдона из-за отказа от общения с журналистами. Сама она объяснила это тем, что эти пресс-конференции бессмысленны и обостряют ее психологические проблемы. Это заявление всех удивило и, на первый взгляд, решение о бойкоте кажется неразумным. Но давайте попробуем разобрать ситуацию поподробнее. Что это, капризы звезды? Или же все-таки Наоми подняла важную проблему? Давайте будем откровенны. В нашей стране на широкую массу не принято говорить о каких-то психологических проблемах. Мол, некогда нам об этом задумываться, работать надо. Тем более, когда эту проблему озвучивает самая богатая спортсменка мира. Как она может быть чем-то недовольна? Играет в теннис, занимается любимым делом, получается эту кучу бабла. Попробовала бы она на обычной работе горбатиться, как все, тогда бы и говорила о проблемах. Но все на самом деле не так-то просто. Повышенная тревожность может быть вызвана буквально чем угодно. Работа, семья или любые другие внешние факторы. И обостриться в определенный момент она может у каждого, что в свою очередь может привести к длительной депрессии. А депрессия – это не просто, когда у вас плохое настроение. Это психическое расстройство, если которое не лечить, может привести к негативным последствиям. Несмотря на то, что к депрессии относятся довольно снисходительно, но ее симптомы в основном известны всем. Это тоска, тревога, страх, неуверенность. Также при депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности. За всем этим могут следовать панические атаки, то есть внезапные неконтролируемые эпизоды интенсивного страха, сопровождающиеся учащенным сердцебиением, бодливостью, дрожью, одышкой, онемением или ощущением, что что-то должно произойти нечто ужасное. Так как спортсмены постоянно находятся под большим вниманием, естественно, что они испытывают давление общественности. А большой теннис, как известно, для игроков довольно депрессивная среда. Об этом часто можно услышать в разных интервью. Даже топовые теннисисты рассказывали, как они сталкивались с психологическими расстройствами и проходили курсы реабилитации. Один из способов сохранить и восстановить свое психическое состояние, это избавиться от раздражителя. В данном случае для Наоми раздражители являются журналисты, хотя, разумеется, они для всех мощнейший раздражитель. Когда Осаки поставили ультиматум, что если Наоми не будет общаться с журналистами, она получит бан, и не дожидаясь этого, она сама снилась с турнира. Я считаю, Наоми Осака поступила очень мужественно, во благо своего здоровья отказалась от больших премиальных, которые она могла выиграть на турнире. Да даже по признанию самого Рафаэля Надалья, справиться с психологическими трудностями ему гораздо сложнее, нежели с физическими травмами. Своим поступком Наоми не просто уберегла себя, но и также озвучила на большую публику огромную проблему, которая, во-первых, действительно очень актуальна, и с которой могут столкнуться не только спортсмены или звезды, а каждый человек в принципе, вне зависимости от его благосостояния. Очень важно не только для себя, но и для своих близких следить за своим психологическим состоянием. И если кто-то нуждается в помощи, то ему обязательно надо помочь. И прежде всего, мы должны быть внимательнее и добрее друг к другу. Мы желаем Наоми Осаке полностью восстановиться во всех смыслах, а вам, дорогие зрители, также желаем здоровья и давайте беречь друг друга. Это был Live Sporting Tribune. Спасибо за внимание.